Бесплатно ездить на общественном транспорте Москвы и пригородных электричках теперь могут все жители Московской области, которым уже исполнилось 60 лет. Это более 23 тысяч человек. Чтобы воспользоваться льготой жителям нашего района, необходимо дважды перекодировать социальную карту. Для проезда в электричках, на железнодорожных вокзалах и для поездок по Москве, в МФЦ, Ленинском управлении соцзащиты или на станциях метро. На сегодняшний день у нас и в ТСП, по которым мы ведем учет и знаем точную цифру, перекодировано порядка 7100-7200 карт. Ну и в целом, думаю, что порядка около 9000 карт Ленинского района уже перекодировано, потому что перекодировка, кроме нас, осуществляется еще на 40 станциях метро города Москвы. Это крупные транспортные узлы, это все 9 вокзалов города Москвы, это крупные станции пересадочные, где есть метро, в том числе вот станция Домодедово, ближайшая к нам. Там выставлены мобильные посты нашего министерства, где стоят такие же перекодировщики. Перекодировку социальных карт для проезда на транспорте Москвы начали еще с 16 августа. Тогда в МФЦ и Ленинском управлении соцзащиты установили карт-ридеры. Весь процесс занимает пару минут. Подробная инструкция размещена тут же, рядом с кодировщиком. Вот таким образом перекодируется карта. Чет подходит спокойно, берет карту, социальную карту жителей Московской области, прикладывает ее и идет автоматический проверка. Затем на табло загорается зеленая галочка и появляется надпись «Ваша карта успешно перекодирована». Если этого не произошло и перекодировать карту самостоятельно не получается, следует обратиться в Ленинское управление социальной защиты. Сразу идти к нам, значит, давать об этом знать. Мы выдадим временный билет и через месяц выпустим новую карту. То есть проезд в любом случае гражданин приобретет, он будет ездить, но пока по временной карте. Как только карта готова к использованию, можно отправляться в путь. Для льготного проезда на общественном транспорте по городу Москве просто приложите социальную карту к считывающему устройству в наземном транспорте или к турникету метро. Если нужно ехать на электричке, получите в кассе билет, предъявив карту. «В любой из касс человек может дать свою социальную карту жителей Московской области. Также буквально в течение нескольких секунд перекодировка происходит. И тут же на основании этой социальной карты ему дают билет для бесплатного проезда». На данный момент по области перекодировано порядка 40% карт. Жители с удовольствием пользуются льготами. «Все правильно сделали правильно. И в Москву ездим, и в метро, и везде бесплатно. Я считаю, я больше 40 лет отработала на предприятии, так что я думаю, все-таки получи закон, получила. Так что спасибо». «Да, нужно. Особенно нам, пожилым людям». «А в Москву ездите? В Москве тоже бесплатно?» «Я никак не попаду. Вот хочется. Сегодня вот по телевидению смотрела, как там проходят ярмарки». «Конечно полезно. Конечно полезно. Это хорошо, что сделали. Это очень полезно». Ну а совсем скоро подмосковные льготники также смогут бесплатно ездить и по московскому Центральному кольцу. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Винное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова